На земле леопарда учёные впервые исследовали распространение кабарги, парнокопытного животного, у которого нет рогов, но зато есть длинные и острые клыки. Сделать это удалось при помощи фотомониторинга. Анализ показал, что современный ареал кабарги восстанавливается. Он начинается в охранной зоне Национального парка земля леопарда на севере и заканчивается в заповеднике Кедровая Пать на юге. При этом на территории заповедника зверь практически не встречался с 1986 года. В Национальном парке земля леопарда располагается наиболее крупная сеть фотоловушек в России. Помимо интересных данных, которые мы получаем о дальневосточном леопарде Амурском тигре, мы получаем огромные массивы фотографий, относящиеся к другим видам животных. Это не только копытные или барсуки, а также ряд других видов, достаточно редко встречающихся на юго-западе Приморского края. Помимо кабарги, объектом исследования стала обитающая на земле леопарда группировка харзы — хищного млекопитающего из семейства куниих. Традиционно кабаргу рассматривают как основной кормовой объект харзы. Однако анализ показал, что на некоторых территориях их пути не пересекаются, а значит, основным кормом кабарга являться не может. Всего в нацпарке земля леопарда обитают семь видов диких копытных — пятнистый олень, косуля, кабан, кабарга, Амурский гора, водяной олень, новый для России вид, а также и зюбр. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.